Здравствуйте, уважаемые телезрители! Уже более двух тысяч лет православные христиане из года в год переживают и осмысливают события Страстной Недели и последовавшие за ними воскресение Спасителя. События, которые изменили мир, изменили ход человеческой истории, изменили жизнь очень многих из живущих на Земле. Об уроках Страстной Недели для всего человечества сегодня в нашем эфире размышляет доктор богословия, заслуженный профессор Московской Духовной Академии Алексей Ильич Осипов. Во время этой недели, вы знаете, читаются даже вот в четверг вечером 12 Евангелий, в которых пересказываются все события ареста, затем пыток и распятие Христа. Задача здесь какая? Задача, чтобы хотя бы один раз в году, хотя бы один раз вспомнить о том, что сделал Христос по своей человеческой природе ради нас. Надо же понять, что это же было добровольно сделано. Ведь многие попадали в плен и многих мучили. Ну, это редчайшее явление, чтобы пойти добровольно, зная точно, что будет. Страстная Неделя просто нам напоминает хотя бы, ну, хотя бы, хоть чуть-чуть бы пробудить в нашей душе ответную любовь к Богу. Любовь какую? Не просто к страданиям. Это мы можем так любить и кошечку, которая мучает. Не об этом же идёт речь. А о какой же любви идёт речь? Сам сказал, меня любит тот, кто исполняет заповеди моим. Эти воспоминания и этот пост, они все направлены только к одному. Чтобы мы ответили на любовь к Христа своей любовью, которая заключается в чём? В жизни, в стремлении, в жизни по его заповедям и покаянии. Плодом этого может быть только один плод. Наконец-то я вижу, сколько у меня, Господи, гадостей в душе творится. До этого я не видел. Послушайте, до этого не видел на самом деле. Ну, мы же все должны что знать в себе. Да почти ничего не вижу. Так, кое-что. О, великое благо! Если я в конечном счёте, хотя немного увидел, что творится в моей душе, можно подумать со стороны, если... Ой, какой ужас! Уныние, отчаяние, страдания. Нет! Потому что это видение своей немощи, как выражается отцы немощи, является источником милости Божией к моей душе. И чем более человек переживает вот эти, свои, если хотите, грехи, страсти и прочее, чем сильнее он видит, тем большую благодать он получает. Вот, оказывается, парадоксальное совершенно явление, потому что Бог есть любовь. Он готов нам дать всё. Вот солнце. Но я могу закрыться? Всё закрыть. И окна закрыть, и всё. И никакого солнца. А вдруг начинается щёлочку сделал. Ой, что там? А сильнее? А больше? А вышел. Боже мой, какая красота-то вокруг природы. Вот что происходит. Но это происходит, я говорю, по мере познания вот своей греховности мы познаём и любовь Божию, превосходящую, как пишет апостол Павел, человеческое разумение. Вот в чём задача. И если я действительно вижу, что хоть немножко я начал видеть, кто я, ой, слава тебе, Господи! Субтитры сделал DimaTorzok